Как себя вел финансовый рынок за уходящую неделю, расскажет Ирина Котова, руководитель представительства Финам в Перми. Ирина, приветствую. Знаю, что на прошлой неделе цены на нефть продемонстрировали наконец-то положительную динамику. Что послужило причиной? Добрый день, Розалия. Действительно, цены на нефть показали положительную динамику. Котировки росли всю неделю. Об этом сейчас подробнее расскажу и о причинах тоже. Эту неделю российские фондовые биржи провели довольно в равномерном боковом движении. И лишь в среду немного возросла волатильность. Основными факторами, влиявшими на поведение отечественных индексов, явились, во-первых, сообщения о приближении к южным штатам США нового урагана и последовавший за этим рост цен на нефть. А во-вторых, новости вокруг судебной тяжбы Роснефти и АФК-системы. В целом же за прошедшую неделю индекс МВБ изменился незначительно. РТС, привязанный к доллару, вырос до отметки в 1110 пунктов. Ключевые фондовые индексы США демонстрируют в первой половине торгов негативную динамику на фоне сохранения геополитической напряженности, слабых данных по рынку труда, а также ввиду возможных последствий урагана Ирма, который называют самым мощным ураганом в Атлантике за последние 10 лет. Рост отечественных фондовых рынков на фоне повышения цен на нефть и хорошей в целом отчетности компаний, а также относительно неплохих новостей в части спорящих хозяйствующих субъектов, вполне оправдан. Однако, если приближающийся к США новый ураган Ирма не принесет прогнозируемых неприятностей, и цены на нефть развернутся в сторону умеренного снижения, то и российские фондовые площадки неизбежно перейдут в коррекцию. Что касается российской валюты, то рубль ушел ниже 57 рублей за доллар и 68 рублей за евро. В ходе торгов на московской бирже доллар упал впервые с 14 июня, на фоне растущей нефти и сохраняющегося спроса мировых инвесторов на рисковые активы. Однако, каждый новый шаг национальной валюты к укреплению все больше обнажает проблемы с доходами и расходами внутри бюджета. Между тем, для участников валютных торгов появились новые возможности. С 14 сентября 2017 года на срочном рынке московской биржи станут доступны для торговли недельные опционы на фьючерсные контракты на пару долларов США и российский рубль. Об этом сообщила Мосбиржа. В ближайшие дни на отечественные акции валюты будут оказывать влияние новости из Европы по ключевой ставке ЕЦБ. Комментарии Марио Драги по поводу дальнейшей монетарной политики европейского регулятора. И новости из США по запасам нефти и последствиям от нового урагана. Вернемся к котировкам нефти и ураганам. Одним из последствий урагана Харви, который обрушился на Техас в конце августа, стало заметное до минимальных с 2008 года уровней сокращения добычи и переработки нефти, в основном нефтеперерабатывающем регионе США. В последние дни нефть чуть запоздала, начала уверенный рост, забирая в цены накопившийся негатив. Это позволило всем сомневающимся в способности мировых экономик без потерь перенести погодные катаклизмы, уйти в тихую гавань. Впрочем, если решения ФРС по монетарной политике сделают активы, номинированные в долларах, более привлекательными, нежели сейчас, вполне возможно увидеть определенную коррекцию по этому драгметаллу. Пробитие же поддержки в 1325 долларов за тройскую унцию может свидетельствовать о продолжении снижения котировок золотом до уровней в 1291 доллара за тройскую унцию. Такие основные новости за прошлую неделю. Я вам напоминаю, если вы затрудняетесь делать выбор, обращайтесь ко мне и моим коллегам. Мы поможем сформировать портфель с учетом изменений в законодательстве и подберем для вас бумаги, которые отвечают вашим предпочтениям по риску и доходности.